Два события произошли практически одновременно. Международный уголовный суд в Гааге запросил ордера на арест высокопоставленных израильских политиков и чиновников, а именно премьер-министра Нетаньягу и министра обороны Юава Галланта, параллельно запросив ордера на арест главарей террористов, чем буквально поставив на одну ступень лидеров демократического, цивилизованного, законного, признанного мировым сообществом государства, и террористов, убийц, насильников, авторов резни 7 октября. Особьбез ООН в этот момент почтил минутой молчания и вставанием память тегеранского мясника, президента Ирана Ибрагима Раиси, который разбился на своем вертолете где-то в иранских горах. Все это, конечно, с одной стороны свидетельство какого-то чудовищного, даже не эрозия, а разложения морали и принципов западного мира и свидетельство того, что Международный уголовный суд превращается постепенно в такого прислужника оси зла и террора. Но есть и другие слои у этой истории, вот о них я вам сейчас расскажу и о том, как, собственно, эта история может развиваться. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать это видео. Лайк, подписка, комментарий, не забывайте включать уведомления, колокольчик, это тоже очень важно. Можно помочь каналу финансово, кнопочка суперспасибо, две платформы Бусти и Патреон, ссылки на них в описании, и можно стать спонсором канала на Ютубе. Все это важно, нужно, помогает регулярной устойчивой работе, и огромное спасибо всем, кто это делает. Скажу сразу, лет до 30 я вообще не знал, что такое поход к зубному врачу. Тут спасибо генетике и папе с мамой, которые до 4 лет вообще не давали мне ни единой конфеты, но потом все-таки пришлось обращаться, и каждый раз поход к дантисту для меня это серьезное испытание, я их, откровенно говоря, боюсь, долго собираюсь с духом, переношу визит там под разными предлогами и так далее. Тут главная проблема найти хорошую клинику, где не просто будут сверлить зубы, а определят проблему, устранят ее причину, и только потом уже будут заниматься последствиями. Если у вас есть проблемы с зубами, неудачный опыт лечения и протезирования зубов в прошлом, серьезная проблема с костью, то вам в клинику Magic Touch ваш доди. Профессионализм – это Magic Touch. Решение для сложных случаев – это Magic Touch. Красота и здоровье ваших зубов – это Magic Touch. По окончанию лечения и протезирования клиника Magic Touch предоставляет вам письменное гарантийное обязательство на 5 лет на импланты и коронки. До 36 беспроцентных платежей – это тоже Magic Touch. По промокоду Ауслендер вы получите дополнительную скидку в 15%. Адрес и телефон клиники у вас на экране, но эти данные мы продублируем и положим их в описании этого видео. Ну, начну я все же с этой минуты молчания пресловутой. Вот довольно любопытно посмотреть, кстати, на список тех, кто выразил Ирану соболезнования. Там очень причудливый список, который включает в себя, конечно, всех людоедов, диктаторов и мерзавцев этой планеты. Но при этом, например, соболезнования выразил Евросоюз в лице Шарля Мишеля, его председателя. Он оказался в списке аккурат, кстати, между Хизбаллой и Россией. Очень почетное место, надо сказать. Как будто бы Шарль Мишель забыл о том, как иранские диссиденты прямо в Европарламенте рассказывали абсолютно леденящие душу подробности о том, как вот их уничтожали. Это уцелевшие, те, кто им удалось сбежать из страны, рассказывали о том, как по приказу Раиси в Тегеране были уничтожены 30 тысяч человек по его прямому приказу. За его подписью были все эти смертные приговоры. Людей вешали, а он, пожирая тортики, смотрел на эти казни и радовался всему этому делу. Потом то же самое произошло в совбезе ООН, где выразили минуту молчания. Почтили память тегеранского мясника, человека, который призывает к уничтожению Запада. Который призывает к уничтожению вообще всего и вся по периметру. И вот они почтили его память минутой молчания, потому что попросили Китай и Россию. Какой-то абсолютно немыслимый совершенно абсурд, который говорит еще раз о какой-то не эрозии даже, а именно вот распаде принципов и морали. О том, что лидеров на Западе, способных сказать нет подобным вещам, способных принимать тяжелые решения, непопулярные, но важные, не осталось. Стались такие прагматики, в кавычках, которые готовы якшаться с самыми отвратительными режимами, потому что это вот, как сказать, практически полезно. Не говоря уже о том, что, кстати, соболезнование выразил FIFA, я вообще не понял, при чем тут FIFA и Иран, и выразила МАГАТЭ в Международной организации по атомной энергетике в реце ее председателя Рафаэля Гройси, который вроде как должен бороться с иранской атомной программой, но я напомню, кстати, что инспекторы МАГАТЭ, когда попадают в Иран, на них вдруг нападает какая-то слепота и глухота, они там ничего в упор не видят, а потом, когда возвращаются, говорят, что все нормально. И при этом само же МАГАТЭ говорит, что Иран стоит в одном шаге от ядерной бомбы. В общем, короче говоря, абсурд достигает какого-то своего пика, но вся проблема с абсурдом в том, что ни на ни пика нет, у него вообще нет границ, он как газ заполняет собой все буквально. И на фоне всего этого дела очень, кстати, логично смотрится вынесение вот этих ордеров международным уголовным судом против израильского премьер-министра и министра обороны, соответственно. По следующим основаниям, как сказал Карим Хан, генеральный прокурор этого самого суда, основания следующие. Создание условий, приведших к массовому голоду. Сразу мимо, потому что с 7 октября по сегодняшний день в ГАЗу доставлены 400 тысяч тонн продовольствия. Туда ежедневно попадают тысячи тонн еды буквально. Если пересчитать 400 тысяч тонн, не 400 тонн, а 400 тысяч тонн на количество жителей в ГАЗу, включая террористов в туннелях и грудных младенцев, там получается сотни килограммов еды на человека буквально. Там нет никакого массового голода и не было с самого начала конфликта, с самого начала войны. Но этот манипулятивный такой прием, что голод, как там, чего, вдруг там люди голодают и так далее, он активно используется. Рынки ГАЗы в той же Джибалии, например, или в том же Рафехе забиты продовольствием. Тому есть масса свидетельств и масса картинок и масса видео, но Международный уголовный суд это не интересует. Умышленное причинение страданий и жестокости, очень такая расплывчатая формулировка, что значит умышленное причинение страданий и жестокости. Кого-то пытали, нет ни одного свидетельства. Кого-то там специально убивали, но об этом следующий говорит пункт умышленные убийства. Что значит умышленные убийства? Мы, да, умышленно убиваем террористов Хамаса, это правда. Ну так они пришли к нам, они начали эту войну и мы их за это убиваем. Все, в общем, логично звучит. В чем здесь умышленность этого убийства? Целенаправленные нападения на гражданское население. Хамас использует свое гражданское население в качестве живого щита. Это военное преступление. И получается, что Международный уголовный суд признает, значит, военные преступления Хамаса, но при этом и Израиль совершает военные преступления. Какой-то бред абсолютный, так не бывает. Экстремизм и призывы к массовым убийствам. Вот тут есть о чем поговорить. Сейчас я об этом поговорю чуть-чуть отдельно. И совершение преступлений против человечности. Это тоже какая-то вот очень расплычистая формулировка. Что значит совершение преступлений против человечности? Это пытки, еще раз говорю, нет там пыток никаких. Это массовое изнасилование, которое проводил Хамас 7 октября. Тоже такого нет. Ни одного случая сексуального насилия по отношению к палестинским женщинам не зафиксировано. Ни одного вообще. В чем здесь, собственно, преступление против человечности? Абсолютно непонятно. Но, для того, чтобы уравновесить это дело, чтобы все это выглядело покрасивше, Международный уголовный суд должен выписать ордера на арест лидера Хамаса Ихи Синвара, архитектора, так сказать, и автора этой резни 7 октября, и Мухаммеда Дефа, под руководством которого он командир боевого крыла Хамаса, бригад из-за Димна Касама в Газе. Под его руководством проводилась атака 7 октября. И вот против них был запрошен ордер по обвинениям в преступлениях против человечности. Попали в массовых убийствах. Есть такое взятие заложников, есть такое сексуальное насилие, пытки других преступлений. Все идеально совпадает. Одна проблема заключается в том, что и Синвару, и Дефу абсолютно плевать на этот ордер, потому что они сидят в бункере где-то под Хан Юносом, или под Рафехом, или еще где-то, и их этот ордер совершенно не волнует. В чем вообще проблема с Международным уголовным судом? Этот суд был создан для действий против стран, чья судебная система не является независимой. Ну скажем, возьмем какую-нибудь там условную, да не условную, а безусловную Руанду, да, чьи действия, точнее геноцид в которой расследовался в том числе Международным уголовным судом. В Руанде не было независимой судебной системы, она полностью зависела от правительства. Соответственно, надеяться на какое-то расследование не было возможности, и Международный уголовный суд это дело разбирал там с соответствующими последствиями. Израильская судебная система во всем мире, собственно, да, в западном мире, в западной юриспруденции признается как независимая и абсолютно вот свободная в принятии своих решений. Если бы еще не эта дебильная судебная реформа, которую затеяла правящая коалиция на ровном месте, то все было бы нормально в этом смысле. Но, тем не менее, она признается независимой, и в этом и был смысл, что Международный уголовный суд не вмешивается в дела таких стран, в которых независимая судебная система. Но тут вот решил вмешаться. Почему, собственно, вот тут открывается один очень важный слой этой истории. Но сначала оговорюсь, что Израиль не ратифицировал римский статут. То есть когда-то 123 страны подписали так называемый римский статут и попали под юрисдикцию вот этого Международного уголовного суда. Израиль его не подписал. Но тут нашлась, как бы это выразится, уязвимость. На самом деле Хамас и все вот эти террористы, людоеды и так далее, они эту систему натуральным образом хакнули, взломали. Каким образом? Палестинская автономия подписала римский статут, и таким образом действие якобы юрисдикции Международного уголовного суда распространилось на ее территорию. То есть это западный берег Иудеи и Самария и сектор Газа, где он находится. Поэтому, соответственно, то, что происходит на западном берегу или в секторе Газа, подпадает под действие, по мнению Международного уголовного суда, подпадает под его юрисдикцию. Вот в этом была уязвимость, и эту уязвимость людоеды и террористы использовали. Таким образом, Международный уголовный суд полагает, что это все находится в его юрисдикции. Тут уместно упомянуть Соединенные Штаты. Об их роли в этой истории я скажу чуть позже. Надо отметить, что они повели себя в высшей степени, вот как союзники. Тут надо отдать им должное, но я скажу об этом чуть позже. Так вот, в свое время США не просто не подписали римский статут, а приняли специальный закон, который у них называется, так вот, в обиходе закон о вторжении в ГААГу, что а, действия Международного уголовного суда не распространяются на американских граждан, в том числе на американских военнослужащих, и что этот закон позволяет американской армии предпринять все необходимое для защиты и освобождения своих граждан, если они арестованы по ордеру Международного уголовного суда. То есть, в общем, буквально речь идет о том, что американская армия будет противодействовать подобным историям, подобным действиям. Поэтому Международный уголовный суд никогда никаких ордеров против американских граждан, американских военных не выносил. Там была однажды история, когда что-то они такое пытались, им совершенно непрозрачно намекнули о том, что больше въезд в Америку для них будет закрыт навсегда, для коллегии судей, и судей отклонили запрос на эти ордера. А прокурор, который подал этот запрос, до сих пор находится под американскими санкциями. Ну, в Израиле тоже, естественно, отреагировали на всю эту историю. Сказали, что это кровавый навет, это правда. Вот сказали, что, естественно, Израиль не собирается подчиняться ордерам Международного уголовного суда. Это бред вообще, антисемитизм и просто какое-то обслуживание буквально зла и террора. Но, опять же, очень сильно все будет зависеть от того, как поведут себя Соединенные Штаты, а от них реакция уже тоже начала поступать. Самый глубокий слой этой истории заключается в следующем, как мне представляется. Сейчас вся вот эта складывающаяся или уже даже сложившаяся ось зла, Китай, Иран, Россия, Корея Северная, Хамас и все прочие причастные к ним, там, хуситы и так далее и тому подобное, они занимаются активной работой, используя различные прокладки вроде страны ЮАР, которая, собственно, начала всю эту историю в Международном уголовном суде, потому что ЮАР и соблюдение прав человека и международное законодательство, они находятся в совершенно разных параллельных вселенных буквально. Я у себя даже делал видео о том, что происходит в ЮАР, вот посмотрите его интереса ради, поймете. Так вот, они сейчас занимаются активным разрушением, такой делегитимацией международных институтов. Как это работает? Вот смотрите, даже следите за руками, что называется. МУС сейчас выпишет ордера на Нетаньягу и Галланта. Россия скажет, смотрите, как бы у нас ордер на Путина есть, да, за похищение там украинских детей и так далее. Такие же ордера выдают на руководителя, значит, демократического государства и, соответственно, законно избранных лидеров, да, в отличие от Путина, кстати, и союзников Соединенных Штатов. О каких таких наших военных преступлениях вы говорите? Если Израиль их совершает, то, значит, и мы можем. Вот такой, например, подход. Или другой подход. Вот если коллегия судей Международного уголовного суда сейчас откажет в выдаче ордера, а там еще есть возможность апелляции, сначала коллегия из трех судей выносит решение, если она откажет, Карим Хан может подать апелляцию и ее будет рассматривать коллегия из пяти судей. Там будет очень сильно все зависеть от состава, из каких стран эти судьи, но не суть. Тогда людоеды скажут, смотрите, вот в кои-то веки, значит, суд выдал ордер на Израиль за его чудовищные преступления в Газе, да, за там вообще геноцид палестинского народа, а суд отказал. Значит, суд предвзятый, значит, он куплен сионистами и крестоносцами, значит, этот ордер, который выписан на Путина, вот им можно подтереться и засунуть его там куда подальше. То есть идет активная работа по дискредитации всех этих международных институтов, и людоеды ищут в них уязвимости. Тому много есть факторов, которые этому способствуют. Это и гигантское бабло, которое вкачали арабские, мусульманские страны там в американские университеты, скажем, да, порождая там вот эту прогрессистскую левую абсолютно какую-то дебильную. Она даже не левая, она как дебильная эта повестка, вот буквально. Это и множество полезных идиотов. Это и просто купленные французские адвокаты, которые подали вот эту просьбу на эти ордера. Они давно работают с Хамасом. Хамас их давний такой прочный клиент. То есть французские адвокаты буквально обслуживают интересы террористов, и это совершенно нормально. Получают за это, кстати, деньги. Лучше всего по этому поводу сказал такой Амжат Таха, это бахрейский аналитик, такой, который занимается там политологией, аналитикой в области безопасности. Он сказал буквально следующее. Убейте 30 тысяч человек, казните детей и женщин в Иране, сделайте 7 миллионов сирийцев беженцами, профинансируйте и спланируйте геноцид 7 октября в Израиле, поддержите террористов в Йемене, Газии, Ираке, скандируйте смерть Америки, затем ваш вертолет рухнет, и ООН объявит минуту молчания, не в память о ваших жертвах, а в знак скорби по вам. И после всего этого мы должны доверять ООН и Международному уголовному суду. Теперь вопрос, как там все это будет развиваться дальше. Понятно, что Израиль не подчинится ордеру этого международного суда, потому что это ордер, как сказать, предвзятый, да, это ордер политически мотивированный, это идет в разрез абсолютно. И с принципами самого суда, кстати. В Соединенных Штатах вот уже сказали об этом, что они сейчас будут рассматривать возможность введения санкций против судей, против прокурора. Это будет происходить и в Конгрессе, и в Сенате. Вне зависимости от позиции Байдена, точнее его администрации, ну даже администрация Байдена, которая уж тут, прямо скажем, сильно мешает нам вести войну в Газе, но она тоже выразила такое серьезное возмущение этим решением и тоже будет сейчас что-то делать по этому поводу. Американцы, прямо скажем, все-таки сверхдержава, у них гораздо больше рычагов, чем у нас. Понятно, что ездить в страны, которые подписали римский статут, будет проблематично для Нетаньягу и для Галланта. Ну и не во все. Например, Великобритания сказала, что не видит смысла в этих ордерах, и по всей видимости исполнять их не собирается. Неужели там Международный уголовный суд ведет какие-то санкции против Великобритании? Я в этом сильно сомневаюсь. То есть придется выбирать. Были в прошлом подобные истории. Когда у нас Цепи Ливни была министром иностранных дел, там против нее тоже выписали какой-то ордер, не Международного уголовного суда, какой-то испанский судья выдал ордер. И каждый раз, когда Цепи Ливни куда-то ехала, ей нужно было получить гарантии в той стране, что ее там не арестуют. Главное последствие, ну как бы одно из главных последствий, помимо полной дискредитации этого органа, заключается еще и в том, что это может породить такое цунами ордеров своего рода. То есть теперь суд может начать выдавать ордера на израильских военных, начиная с командира, с командующего Южным военным округом, который ведет войну в Газе, например, вплоть до командиров батальонов Ротбукваль. То есть любой военный, который пересекал границу с Газой, может попасть под действие этих ордеров. Ну посмотрим опять же, как это все будет развиваться. В целом, конечно, история эта выглядит абсолютно паскудно. В том числе и на фоне того, что Израиль ведет войну против террористической организации, которая устроила 7 октября абсолютно геноцидальное нападение, устроила массовую резню, совершила чудовищные преступления. И Международный уголовный суд буквально уравнял Израиль вместе с Хамасом. Даже Хамас по этому поводу выразил возмущение, сказал, что Международный уголовный суд перепутал палача и жертвы. Тут они правы, только немножко наоборот. Это они были палачами 7 октября, а мы были жертвы. А вот сейчас палачами уже будем мы соответственно. На совершенно законных основаниях. Потому что не мы эту войну начали, но нам придется ее закончить. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. И завтра, наверное, поговорим о том, как происходят боевые действия в Газе. Там сейчас происходит такая резкая интенсификация. Появились новые оценки Цахала. О том, как долго продлится эта война. В общем, завтра тоже есть о чем поговорить. И непременно это сделаем. Еще раз спасибо. Всем пока.